Отлично, супер! Как ты мог? Что-нибудь коллекционируете? Угу. Это мой любимый фильм. Да ты что ли? Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Акишев. Это супервикторина «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Напомню, у нас здесь соревнуются в скорости бега, ума и реакции. С огромным удовольствием представляю сегодняшние команды за синим столом. Карина Шумейко, художественный руководитель, основатель театральной цирковой школы «Чудес». И Вадим Шумейко, тоже художественный руководитель этого прекрасного, замечательного проекта «Вам успешного забега». Их соперники, хотя они знакомы друг с другом, за красным столом, Наталья Фучижи, администратор в детском саду, Алена Дмитриева, педагог-психолог, но вы тоже работаете на успех этого проекта. Я говорю о школе «Чудес». Друзья, сегодня будет интересный забег. Сегодня будет, как всегда, замечательно, познавательно и очень быстро. Давайте пожелаем успехов нашим командам. Поехали! Строительная компания «Айтхаузинг-комплекс» представляет жилой комплекс «Акент» в городе Алматы. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам от Басыбанка. Имеется гарантия казахстанской жилищной компании. Друзья, это первый раунд нашей викторины. С удовольствием напомню для зрителей наши правила. Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно сопоставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают 10 баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Итак, вы правила знаете, но есть одна очень важная штука. Фортуна, она определит, какая из команд будет первой выбирать категорию. Порой это самый настоящий залог успеха. Это команда красных Наталья и Алена. И вам выбирать анатомия или литература? Литература. Давай литература. 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 Замечательно. Вам достается анатомия. Нормальный выбор? Хорошо. Хорошо. Ну что ж, тогда под аплодисменты нашей студии прошу красные кнопки. Давайте начнем. Наталья, Алена, вы выбрали сами категорию литературы. Есть любимые литературные персонажи. Давайте начнем с вас. Даже не могу сказать. В любых вспомните. Ну, в любые вспомню. В детском саду чаще всего мы читаем сказки детям. Так, и? Ну, у нас с детства любимый персонаж, например, у моих детей, это Маша Медведь. По-моему, Маша Медведь, это у многих любимый персонаж. Вот это после того, как это стало популярным проектированным проектом. Хотя она была и до этого. Да, была и до этого. Совершенно верно. Замечательно. У вас? Маргарита. Маргарита, которая из Мастера Маргариты. Замечательно, прекрасно. Итак, посмотрим, есть ли по этому поводу ваши любимые герои, потому что у нас не просто литература, а персонажи из литературы. Ваш вопрос. На правой стороне табло появляются. Богатыря, разбойников, это специально в таком вот в склонении стульев, спартанцев, негритят и гномов. Я думаю, вы догадываетесь о сути вопроса. А слева девушки будут появляться числительные, одно к другому нужно приставить. Ну, мне кажется, здесь для таких больших профессионалов, как вы, это будет достаточно легко. Итак, пожелаем успешного забега. Три, два, один, поехали. И первая табличка. Замечательно, прекрасно. Так. Дальше. Замечательно, быстрее, 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 быстрее. Я расстроен, прямо могу сказать. Я ожидал большего в плане скорости. А тем более на репетициях вы показывали просто замечательные результаты. Вам буквально полсекундочки не хватило. Теперь вы поняли, да? Можете еще быстрее. Итак, к сожалению, дополнительных 10 баллов Наталья и Алена не зарабатывают, потому что финальная сирена прозвучала до того, как они пересекли финишную черту. Но ответы, если они правильные, будут засчитаны все. Итак, 33 богатыря, 40 разбойников, 300 спартанцев и 10 негритят. Молодцы, отлично, супер. Пойдемте ко мне сюда. Наталья, Алена, из этих произведений есть любимые? 33 богатыря? 40 разбойников. 40 разбойников. Это вы про своих деток, да? Да, да, да. Замечательно. Напомню, Наталья администратор в детском саду. Там вообще-то и поболее бывают этих самых разбойников. Ну что же, у вас 40 баллов на табло. Прекрасный результат. Карина, Вадим. Вам нужно, по сути, сделать то же самое, только чуть-чуть быстрее. Тогда у вас будет плюс 10 баллов, 4 правильных ответа, и вы их опередите. У вас вообще соревновательный дух как бы присутствует? Я всегда болельщик. За своих всегда и за чужих болельщик тоже. Никаких поддавков. Вам надо играть до конца. Давайте пожелаем прекрасного успеха, забега, Карине и Вадиму. Проводим их к нашей красной кнопке под аплодисменты студии. Итак, у вас вопрос на тему анатомии. Давайте посмотрим на табло. Там появляются ноги, руки, спина, голова, пальцы, живот. А слева будут появляться, ну, скажем так, еще более конкретные, уточненные моменты с частями тела, которые вы видите справа на табло. Одно к другому нужно сопоставить. Звучит сложно, совсем непонятно, но я уверен, что когда игра начнется, вы справитесь. Итак, 3, 2, 1. Аплодисменты, поехали. Так. Отлично. Так, 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 так. А вот тут как раз мой фотофиниш показывает, что Вадим, он видел, что он сделал? Он этот последний прыжок, ему как раз добавил эти самые дополнительные, столь важные 10 секунд в нашем противостоянии. А, точнее, 10 баллов за время. Итак, они, во-первых, появляются на табло 10 баллов за скорость. И теперь наш первый разминочный раунд. Конечно, голеностоп, ноги, локти, руки, лопатки, спина, челюсть, голова. Молодцы, супер. Итого 50. Пойдемте ко мне сюда. Мне кажется, у вас все получилось замечательно. У вас тоже получилось все прекрасно. Царит-то замечательная дружеская, но тем не менее соревновательная атмосфера. Как сложится второй раунд, мы узнаем уже совсем скоро. Поехали. Строительная компания «Айтхаудинг Комплекс» представляет жилой комплекс «Акент» в городе Алматы. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам от Басыбанка. Имеется гарантия казахстанской жилищной компании. Дорогие друзья, это второй раунд викторины «Бегом за деньгами» здесь, на Хабаре. Сегодня с нами играют администратор в детском саду Наталья Фучижи, педагог-психолог Алена Дмитриева. Прекрасный у вас был забег. Очень важный вопрос. Когда вы поняли, что дети и их развитие – это то, чем вы хотите заниматься? Ну, наверное, тогда, когда родила своих. А, вот как интересно, замечательно, прекрасно. То есть такая корреляция все-таки происходит. Хорошо. А то, что ваши дети в ваш садик не ходили, или вы уже после этого начали заниматься этим? После этого. Хорошо. А если бы ходили, то были бы у них какие-то поблажки, или наоборот вы бы с ними пожёстче? Не знаю, мне кажется, наоборот пожёстче. Итак, Алена, как вы считаете, какой-то короткий совет, наверное, всё-таки родителям, с точки зрения психологии ребёнка? Любите своих детей. А, точно. Спасибо большое. И это самое главное. Итак, наши промежуточные лидеры – Карина и Вадим, художественные руководители театральной цирковой школы. У вас 50 баллов. И вам заработанное право выбора категории – профессии или языки? Профессии. 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 Да? Хорошо. Вам достоятся языки. Итак, вы начинаете первыми. Желаем успешного забега. Прошу к стартовой кнопке. Спасибо. Прежде чем мы перейдём к вопросу, да? Хореограф-постановщик, педагог, Карина, писатель. Три профессии. Может, ещё есть какие-то, которые в широкой общественности неизвестны? Ну, пока это. Хорошо. Вадим, а у вас? А кто ещё? Мама? У меня все, по-моему, профессии, которые существуют. Да? Хорошо, замечательно. Я почему? Потому что сейчас очень интересный вопрос по профессиям. И здесь как раз вот чем шире будет разлёт ваших познаний, тем легче вам будет играть. Итак, давайте посмотрим на табло. Там появляются животные, насекомые, рыба, растения. Хотя нет, это как-то в сторону всё биологии, я бы так сказал. Черви и птицы. А слева люди, которые имеют профессиональное отношение к той или иной категории. Давайте пожелаем успешного забега и под аплодисменты нашей студии. Три, два, один, поехали. Ой, ну это легко. Так. Чуть-чуть быстрее, мне кажется, надо двигаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно, прекрасно. Так. Супер. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рыбами занимается зоолог, рыбами – ихтиолог, растениями – ботаник, орнитолог. Карина, ты точно знаешь, да? Итак, орнитолог, конечно же, занимается птицами. Вот так. И вот сейчас, кстати, очень интересная мысль. Я поделюсь лайфхаком, который, ну, некоторые наши игроки прям рекомендовали. Когда бежишь, как бы и к своей табличке слева, а другим глазом туда. Я не знаю, насколько это работает. Но у женщин, говорят, Вадим, периферийное зрение лучше развито, чем у нас. У меня, да. У меня двойняшки, поэтому мне приходится. Они разбегаются в разные стороны, мне приходится. Спасибо. 30 баллов за правильный ответ. 10, к сожалению, за скорость нет. Но, тем не менее, результат замечательный. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте к нам сюда. Так. Наталья, Алена, Вадим и Карина, не скажу, чтобы фору дали, но дали такую возможность во втором раунде что сделать? Если вы сейчас сделаете 50, то есть 4 правильных ответа, чуть быстрее, чем 30 секунд, то вы их опередите. Готовы к этому? Итак, у вас категория языки. Прошу красные кнопки под аплодисменты нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Русский, казахский, какие еще языки? Английский есть? Английский. Матерный. А? АПЛОДИСМЕНТЫ Четвертый. Хорошо, замечательно. Все, уверен, справитесь легко с этим заданием. Давайте посмотрим на табло. И так там появляются. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень веселая программа. Немецкий, английский, португальский, испанский, арабский и французский. А слева будет страна, где говорят на том или ином языке. А вот тут от обратного. Вроде бы все понятно, но, по-моему, будет совсем не так просто. Итак, мы желаем вам успешного забега. Помните о периферийном зрении и о возможности, если что, поменять табличку своей напарницы. Три, два, один, поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Бразилия. Так, интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Австралия. Так. Мексика. А вот это вопрос. Так. Так. Австрия. Еще, еще, еще. Быстрее, 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 быстрее. Ты можешь, ты можешь. Давай, 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 давай. Так, стоп. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень интересно. Я могу сказать то, что сделала сейчас Наталья. Это впервые в нашей программе. Такого обычно вообще не происходит. Так. Что ты сделала, Наташа? Поменяла. Поменяла. Что с чем? Зачем? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, Австрия. Ну, Австрия где должна быть? Ну, ты же знаешь, Наташа. Немецкий. Ну, конечно, немецкий, да. А Мексика. Вот ее, по-моему, ты хотела поменять как раз, да? Бразилия, испанские, ну нет. Австралия и французские, ну, как-то тоже нет. Теперь давайте расставим все правильно, да? Хорошо. Итак. Вот. Вот это. Вот же. Я, честно признаться, когда вы Бразилию поставили вот туда, я подумал, что... Помните бразильские сериалы? Ну, как? Бразильские сериалы. Ну, я помню. На португальском же они говорят. Это португальцы же завоевали ту территорию в свое время. И Австралия, английские. Вот теперь правильно. Аплодисменты девушкам, они очень старались. Аплодисменты. Дали вам фору. Что-то это какая-то огромная фора, слишком большая, да? Ну, тем не менее, забег получился интересным. И мне кажется, третье задание, если оно будет сверхсложным, там будет возможность немножко отыграться. Поэтому, друзья, мы увидимся сразу после рекламы здесь, на телеканале Хабар. Не переключайтесь. Строительная компания «Айтхаузинг Комплекс» представляет жилой комплекс «Акент» в городе Алматы. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам от Басыбанка. Имеется гарантия казахстанской жилищной компании. Это третий раунд викторины «Бегом за деньгами». Сегодня у нас есть промежуточные лидеры, которых был момент такой небольшого опасения во втором раунде, но фора была просто фантастическая. Поэтому давайте наградим аплодисментами команду «Красных». Это был очень крутой забег, на самом деле. Карина, Вадим, художники-постановщики, педагоги и, самое главное, художественные руководители театральной цирковой школы. Расскажите, пожалуйста, об этом вашем замечательном детище, нашим зрителям. Сколько лет в этом году? Двенадцать. Двенадцать? Ух ты! То есть 2010, да, получается, год рождения? Да. Первая постановка. Да. 2010. Как родилась эта идея и что сейчас у себя представляет этот проект? Начнем с того, что я артистка цирка, да. И хотелось что-то, вот прям новшество какое-то, что-то ввести. Но вот мы посидели, подумали и решили, что нужно совместить театр и цирк. А в какой момент появилась еще и школа в рамках всего этого? У нас сначала школа появилась. Хорошо, мы желаем успехов. Спасибо. Вам обязательно ищите в интернете и сходите на их выступления. Вам, как визажисту и парикмахеру в театре, организатору ряда проектов и как администратору еще, да, а как вы пришли в школу? Ну, я привела туда своего ребенка. И когда ребенок был готов ехать уже на гастроли, поехала вместе с ними и поняла, что, ну, тренеров нужно освободить, да, от заботы по организации детей, так как я это делать люблю. Да. Мне это делать легко. Поэтому я взяла все, кроме тренировок, там, какого-то, ну, то, что тренеры могут не делать по отношению к детям, игры какие-то, путешествия, стала с ними ходить, и так вот осталось. Мне это нравится. Замечательно. Мне нравится работать с нашими замечательными тренерами. Это чудо-люди. Наталья, а у вас как произошло это? Ну, женщина вообще многогранна, да, как вы знаете. Она может подстроиться под все. Ну, в театр мы пришли благодаря моей дочери, которая мечтала быть воздушной гимнасткой и до сих пор мечтает быть артисткой цирка. Но так как я занималась с детьми сперва своими, то, естественно, я была вся с ними. И уже там просто на концертах, на выступлениях мне пришлось быть им визажистами. И потом так вот в театре я и стала. Профессионально. Да, да, да. Получила дополнительную профессию. В театре именно. Да. Синие промежуточные лидеры. Кино или коллекционирование у вас на выбор категория? Кино. Кино. Хорошо, вам достается коллекционирование. Итак, прошу красные кнопки под аплодисменты нашей студии. Я не могу не спросить вас о фильмах, которые, ну так или иначе, имеют отношение к вашей профессии. Вот, например, «Престиж» Нолана. Интересная работа? Или там какие-то... Есть же еще фильмы, где там ильзианисты каким-то образом присутствуют. Вы знаете, современные не так сильно западают, как вот все-таки мне больше тех времен. Остается... А вы посмотрели с Хью Джекманом, великого шоумена? Конечно. И что вы считаете, это правильная работа? С вашей сугубо профессиональной цирковой точки зрения. Да, там такие... Аплодисменты, друзья. Фантастические моменты. Появляются у нас года 1931, 1968, 2014, 1997, 39 и 72. Очень интересно. А вопрос... Ну, собственно, я и сам бы мог догадаться, и вы тоже догадались, я уверен. Ваш вопрос слева фильмы, а это год выхода на экран того или иного фильма. Поэтому вот этот разлет, который вы обозначили, это на самом деле, я надеюсь, залог успеха в этом, прямо скажем, непростом задании. Три, два, один, поехали. Трестный отец. Так. Титаник. Титаник. А-а-а. Так. Дальше. Интерстеллар. 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 Ну-ка. Так. И... А-а-а. Так. Так. А-а-а. Да-а-а. Да-а-а. Читаем баллы. Во-первых, 10 баллов за скорость. Во-вторых, ангел в тюбетейке нет. Крестный отец. К стыду своему не помню. Нет. 72-й все-таки, да? Интерстеллар. Верно. Титаник. Правильно. Аплодисменты. Так, уход на два. 10 баллов за скорость. Отличный результат. Достаточно сложный в задании. Пойдемте ко мне сюда. Аплодисменты нашей студии. А-а-а. А-а-а. И у вас теперь по-прежнему надо сделать 50 баллов. Тогда будет 110-90. И будет возможность отыграться все-таки в четвертом раунде. И выйти в финальный забег, выиграть деньги. А они пусть идут домой. Хотя я за них тоже болею. Они классная команда. Супер. Но и вы просто молодцы. И так, Наталья, Алена, у вас категория коллекционирования. Прошу к нашей кнопке. Что-нибудь коллекционируете? Угу. Так. Да, нет? Да. И? Красивые бутылки. Замечательно, прекрасно. Есть ли бутылки на табло? Давайте посмотрим. Бумажные деньги есть. Значки. Почтовые марки. Аудиозаписи. Пивные этикетки есть. И сувенирные магниты. Слева, собственно, как называется коллекционирование того или иного предмета с правой стороны на табло. Одно к другому нужно сопоставить. Три, два, один. Поехали. Это легко. Дальше. Дальше. Уже не так легко. Ага. Так. Ага. И? Давайте, 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 давай, 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 давай. Так. И? Ура! Наташа это сделала. 10 баллов за скорость заработали. Молодцы. Браво, девушки. А теперь давайте посмотрим на правильные ответы. Банистика из дачки. К сожалению, неправильный ответ. Филателия и почтовые марки. Верный ответ. Биро, филе и пивные этикетки. Да. И мемо-магнетика. Сувенирные магниты. Дополнительных баллов я за это не дам, но вот как бы где должна быть банистика? Ну, наверное, скорее бумажные деньги. Бумажные деньги. И это правильная догадка, постфактум. Совершенно верно. Банистика должна быть вот здесь. Аплодисменты. Итак, 30 баллов за правильные ответы, 10 за скорость. Прекрасный результат у команды красных. Давайте им похлопаем. Возвращайтесь к нам сюда. Итак, что пройдет финальный забег, мы узнаем в четвертом раунде нашего сегодняшнего выпуска. Поехали. Строительная компания «Айтхаузенкомплекс» представляет жилой комплекс «Акент» в городе Алматы. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам от Басыбанка. Имеется гарантия казахстанской жилищной компании. Это четвертый раунд викторины «Бегом за деньгами». Художественный руководитель, основатель театральной цирковой школы. Кореограф-постановщик, педагог, умница, красавица. Кстати, книгу о чем ты хочешь написать? Ну, конечно, о театре. Да? Да. Как все начиналось, так что, да. А, супер. Какие были идеи. Мне будет интересно. Да, с какими людьми мы встречались. Интересно. И Вадим, который, да, конечно, художественный руководитель. Но он же еще и путешественник, он же еще и хоккеист, и он же еще антиблогер. Почему ты не ведешь социальные сети? У тебя же очень интересная жизнь. За ней было бы классно наблюдать. Тогда попробуй, наверное. А, да? Как оказалось. Мне легко убедить. Ларчик просто открывался. Хорошо. Команда «Синих» с небольшим отрывом опережает команду «Красных». И вам, Карина и Вадим, выбирать... Ой, какой... Я, кажется, знаю, что вы выберете. Хотя... Грибы или музыка? Музыка. Никаких грибов. Как у вас с грибами? Грибы с музыкой. Нормально? Сложно. Сложно наоборот? Хорошо. Итак, дорогие друзья, у нас есть правило. В четвертом раунде начинает та команда, у которой меньше баллов. И с категории «Грибы» придется сейчас справляться Наталье и Алене под аплодисменты нашей студии. Прошу. Не могу не спросить о любимых грибах, ну, в плане, там, поедания. Так. Что-нибудь из супа. Грибной суп, да? Вот это, мне кажется, замечательный ответ. Итак, категория «Грибы» в четвертом раунде. О, это очень опасно, по-моему. Давайте посмотрим, что появляется на табло. Там появляются «Боровик», «Белянка», «Гимнопил», «Петушок», «Абабок» и «Чага». Это название грибов. Я бы, знаете, как сказал, альтернативные названия грибов. Слева чуть более распространенные названия. Но это оба названия одного и того же гриба. Одно к другому надо поженить. Три, два, один. Давайте подклопаем нашим умницам, нашим красавицам. И березовый гриб это... Так. Дальше. Подберезовик. Куда-нибудь уже поставьте. Так. Дальше. Белый гриб. Очень интересно. Очень интересно. Так. И вот так. И последняя табличка. Быстрее. Успеешь. Так. Поставить успела. Березовый гриб это «Чага». Тебе не понравилось то, что ты сделала? Такое бывает в нашей программе, да. Ну давайте посмотрим на правильные ответы. Или неправильные ответы. Белый гриб и боровик. Да. Браво. Березовый гриб и белянка. Неверно. Подберезовик и петушок. Тоже неправильно. Лисичка и абабок. Тоже неправильно. Итак, теперь давайте расставляться. Белый гриб и боровик. Ответ правильный. А вот это у нас идет... Чага. Да? Совершенно верно. Это идет в чагу. А вот этих... Петушок. Лисичка это петушок. Поменять местами? Да. Да? Как легко вообще это делать, когда куча времени, когда ты все это увидел, когда это самое... Это я к вам обращаюсь, уважаемые зрители. Очень сложная игра у нас на самом деле, когда это нужно сделать за 30 секунд еще и очень быстро. Поэтому аплодисменты нашим девушкам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такой правильный порядок. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, 10 баллов заработала команда красных. У вас предстоит вам забег почета. Но мне бы хотелось, чтобы вы набрали побольше баллов. Тем более категория очень интересная. Музыка. Прошу, Вадим, Карина, плывет аплодисменты нашей студии. Кнопки. Карина, я, когда мы вначале говорили о том, что ты была артисткой цирка, какая именно у тебя была... Воздушная гимнастика. Воздушная гимнастика. Прекрасно. Вопрос. Я знаю, что в подготовке номеров очень активно идет работа еще и над музыкой. Конечно. И как с музыкой? Как, например, с Альфеджио? Вадим? Да, Вадим автор музыки некоторых наших, даже мюзиклов. У нас были мюзиклы. Вот как замечательно. Браво. Аплодисменты. Объясню, почему. Потому что... Сейчас я покажу. Если что-то будет не так в этом задании, оно вот просто прям летят. Тебе нужно будет поправлять за ней таблички. Тогда она пусть первая ставит, а ты после нее правишь. Я не слишком сейчас усложняю задание к четвертому раунду. Да он же англер, нормально. Итак, смотрим на табло. Вопрос из категории музыка в четвертом раунде. Я думаю, он будет сложным. Оказывается, нет. А, С, Е, А, Д, Ф, Б. О чем речь, Вадим? Аккорды. Эти аккорды. Да, совершенно верно. И слева простым людям нам с вами, дорогие друзья, понятные названия этих нот, а это их обозначение. Три, два, один. Поехали. И там появляется ля. Так. Дальше. Нельзя подсказывать. Надо делать это руками. Так. Задача Карины делать это просто быстро. Так. Па. Ага. И. И. Ре. Так. Ставь куда-нибудь, если не знаешь. И. Быстрее, 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 быстрее. Вот как. И. Что ты ее забыл? Ми и Е. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Ля и А. Да. Ре и Д. И. Фа и Ф. Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, это просто фантастика. 10 баллов до скорости нет, но 4 правильных ответа в четвертом раунде, в таком сложном задании. И это практически впервые. Пойдемте ко мне сюда, под аплодисменты нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Редакторы вопросы готовят заранее. Потом они в рандомном порядке, как бы разбрасываются на разные игры. И кому какой вопрос достанется из игроков, мы знать не знаем. Вот. Я даже этого не знаю, перед тем, как начинается игра. Ну, было сложно, конечно. Поэтому вот это называется просто вообще лаки старт сегодня, что Вадиму достался именно такой вопрос. Давайте единственному сегодня мужчине из наших игроков поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вы сегодня заработали право выхода в финальный забег, где вас ждут деньги. У нас есть прекрасная традиция. Команды пожимают друг к другу. Руки обнимаются после первых четырех раундов. У нас фэйрплей, у нас дружеская, замечательная атмосфера. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Правила финала телевикторины бегом за деньгами. На игровом поле расположены восемь ячеек, по четыре с каждой стороны. На столе ведущего восемь табличек, которые он поочередно выдает участнику финального забега. Задача игрока – определить, какие четыре плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалиста есть 60 секунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Это финальный забег Викторины бегом за деньгами. В него замечательно ворвались Карина и Вадим Шумейко, художественные руководители, фаундеры замечательного проекта художественно-цирковая студия, школа, театр. Супер! Сколько детей у вас за 12 лет? Прошли. Да. Ну, уже второе поколение. А в количестве примерно? Ну... Мы даже не подсчитывали. Много, много, очень много. Да, что-то у нас, да, подсчета не было. Но очень много. Да, очень много. Итак, Карина, Вадим, вопрос номер один для Викторины. Красная или фиолетовая стена? Выбирайте. Фиолетовая. Хорошо. Ну, как бы синяя, ближе к вашему цвету игровому сегодняшнему. Изменять себе. Там появляется «Книга джунглей». Ну, для вас это вообще, мне кажется, замечательная тема. Это у нас «Книга джунглей». Помните же? Да, совершенно верно. Отлично. Второй вопрос. Я низкая сказала. Кто будет в игровом поле, а кто будет подсказывать? Ну, я буду бегать. Он бегает, ты рулишь? Да. Хорошо. Ну, ты сам тоже, Вадим, должен как бы стараться правильно расставлять. 60 секунд, 8 табличек, 4 про «Книгу джунглей», 4 не про «Книгу джунглей». Ну, и, соответственно, туда и туда. А ты прям словами, Вадик, вот так, туда-сюда. Хорошо? Хорошо. Окей. Три, два, один. Запускаем таймер и первая табличка. Только быстрее надо это делать. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, следующая табличка. Так. Да, да, да. А, очень интересно. Дальше. Да. Погромче, пожалуйста, поддержите аплодисментами наших игроков. Давай, давай, давай. Так. Быстрее. Я думаю, что надо Вадику двигаться быстрее. Так. Следующая. Так. Так. Очень интересно. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие при этом? Очень интересно сейчас Вадим такой. Хлопать, не хлопать. АПЛОДИСМЕНТЫ Хлопать, друзья, потому что они справились. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, блин, кстати, вообще очень много. Итак, только сейчас звучит финальная сирена. Это очень круто. Волк, медведь, тигр, пантера. Они все из книги «Джунгель». Вы заработали 100 тысяч. Супер. А заработаете ли вы еще больше, мы узнаем сразу после рекламы. Здесь, на телеканале «Хабар». Не переключайтесь. Это Викторина «Бегом за деньгами». Здесь, на «Хабаре». Давайте похлопаем Карине и Вадима Шумейко. Они сегодня молодцы. Они прошли с честью первые четыре раунда с правильными сложными заданиями. Они выиграли в финальном забеге 100 тысяч тенге. Они воспитали очень много детей в цирковом искусстве. А теперь они хотят еще дополнительные деньги. 20 тысяч. Или не хотят? Хотят. Если будет неправильный ответ, тогда будет минус 20 от ваших 100. Нечего страшного. Нечего страшного. Но мы зарядились. Вы зарядились. Тогда читайте вслух, что у нас написано с красной стороны. Вслух прочитайте. Марву, Калибри, Аист, Эму. Так. Птички. Ваш ответ, что там написано «птички». Это птицы. Это птицы. Так, друзья, ответ команды Вадима и Карины – это птицы. Мы все в нетерпении. Правильно ли это ответ? Птицы. Очень супер. Это оглушительная победа. Я вами горжусь. Вы большие молодцы. 120 тысяч – ваш сегодняшний выигрыш. Это раз. Два. Вы, как сегодняшние суперчемпионы, обязаны поделиться рецептами успеха в нашей игре. Тем более, вы же профессиональные тренера. И вы умеете опыт перекладывать в слова для других людей. Значит, с Вадима. С другой стороны, это все красиво выглядит, но это очень тяжелая работа. Это вплоть до криков, это вплоть до нервов, до выгонения. Всех подряд выгоняешь. Да, это очень тяжело. Сам процесс игры, за самом деле, достаточно веселый, да. Веселый. Карина? Ну, в первую очередь заниматься спортом. Спортом, спортом, да. Ну и, конечно, круг расширять. Кругозор. Книжки читать. Кругозор, знаний, конечно. Прекрасно. Друзья, это была информация специально для вас. А почему? Потому что вот здесь указан номер WhatsApp, на который вы можете написать. Наши редакторы с вами свяжутся и, возможно, вы окажетесь в нашей студии. Вот результат этой команды, конечно, тяжело будет перебить, но можно попробовать постараться. Аплодисменты. Огромное вам спасибо. Мы с вами увидимся на Хабаре уже совсем скоро. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok